Сегодня начинаем новую книгу, которая называется «Ваекра» в еврейской традиции, «Ваекра» или «Левит». И первая часть этой книги посвящена жертвоприношению. Поэтому мы первые две главы «Ваекра» и «ЦАВ» объединим, чтобы у нас было раскрыто основным по темам. Затем расскажу немножко о главе «ЦАВ», то, что не вошло в главу «Ваекра» и продолжим дальше. Итак, первая глава, так и называется, как и книга «Ваекра» и «Левит» с начала книги по 5 главу 26 стих. А вторая книга «Исайя» 43 глава 21 стиха по 44 главу 23 стих. «Ваекра» и «Левит» и призвал Бог Моисея и сказал ему из шатра «Откровение говоря». Вот интересно, если во всех других местах, когда начинается «Ва Ямер Адонай Эль Маше», то есть «сказал Бог Моисея». Здесь определено слово «Ваикра», некоторые переводят «и призвал Моисея Бог», а некоторые переводят «и воззвал Бог Моисея». То есть слово «кара», мы знаем, «читать», а также «звать», «призывать». И причем не просто «звать» как-то, а «звать» с эмоцией, с эмоциональным таким криком. Вот в английском языке однокоренное слово «край», «кричать», а у нас слово «крик». «Крик», «кричать». Значит, буквально Бог кричал Моисея, он не просто призывал Моисея, он кричал, он взывал Моисея. Это очень интересно, да? Вот такая Моисея хузба была, что не Моисей к Богу взывал, а Бог взывал к Моисею. Интересно, да? Получается. И как же это объясняет Медраж? «Ко всякому, кто избегает пребывать у власти, власть приходит сама», — говорит Медраж и Илкут Шимани. Моисея избегал власти. Когда Всевышний послал его к фараону, в память он говорил, «Господи, пошли, если можешь, кого-нибудь другого. Не речистый я человек». И на это Всевышний сказал ему, «Клянусь, в конце концов, пойдешь ты». И когда он все-таки пошел к фараону и передал ему слова Бога еврею, а фараон заявил, «Кто он такой Бог, чтобы я давал внимать его голосу?» Моисея решил выполнить все, что мне было поручено. Но Всевышний повелел ему продолжать дальше. И он вывел евреев из Египта, раздвинул перед ними море, спустил для них ман, поднял из воды источники, навел им перепелов, окружил их облаками почета, сделал им скини, и все это было сделано через Моше. Мог Бог сам все это сделать, да? Раз, два, и в скине. Правда? Но Бог, Он действует через людей. Хотя Он может делать все чудесным образом, но так вот Бог себя ограничил, да, что Он действует через людей. И дьявол, видите, Он сам свою демоническую силу редко, когда проявляет. Он действует через кого? Через людей, да? То есть люди обладают особой, особой удивительной способностью из духовного делать физическое, правда? Вот такие вот мы генераторы, как трансформаторы высокого напряжения, да? поступает нам какой-то сигнал в духовном мире, и мы превращаем этот сигнал в физическое действие, своими поступками. Ну, когда уже Моисей все сделал, была построена скини, и тогда он сказал, что же мне теперь делать? И решил уклониться. Но Бог сказал, есть у тебя еще работа, которая важнее всего, что ты сделал до сих пор. Это учить детей моих законам о скверни, чистоте, наставлять их в приношении жертв передо мною. Вот такими словами характеризует митраж «Связь между книгой Шемот», закончившейся рассказом об изготовлении скини и завета, и книгой Ваекра. Это третья книга, пятикнижие. Она называется в общей традиции «Левит», потому что практически это руководство для кого? Для левиту и священника. Можно сказать, это методическое руководство, или учебник, специально предназначенный для них. Для них ли только? Потому что многие люди думают, что жертва Иисуса принесена, поэтому нам никаких жертв уже не нужны. И просто пропускают эту книгу. Тут много всяких еврейских прибамбасов, которые кажутся совершенно ненужными в Новом Завете. Но вы знаете, что ни одного слова «танаха» не пропадет, и все будет исполняться. И это идет и в Новом, и в Старом Завете. И в первой главе, и самое главное, вы видите, если мы смотрим главу, которая так и называется, «Вейкра», здесь пять глав. И каждая из этих глав посвящена какой-то определенный вид жертвоприношения. Первая глава посвящена какой жертве? Аллах. Вторая – Минха. Что такое Аллах? Жертва – все сожжения. Все сожжения. Вторая – Минха. Это первое приглашение. Третья глава – посвящена жертва Шломим. Мирной жертвой. Четвертая – Хатат, или, как мы говорим, жертва грех. И пятая глава – жертва Ашам. Повинности. Да, вот как мы сегодня разбирали, что если человек совершил какой-то грех, и не знал, что он совершает грех, и вспомнил, что он совершил этот грех, то он повинен. Отсюда называется Ашам. Жертва повинности. Интересно, законы, касающиеся жертвоприношений, хотя они сейчас и не выполняются, они повлекли некоторые обыкновения, соблюдаемые и сегодня. Ну, например, хлеб-соль, да? Когда встречает, как встречает? Хлебом и солью. Это закон, который содержится в стихе. «И всякое приношение твое хлебное, солью, и не устрани соли завета Бога твоего от дара твоего. При всякой жертве твоей приноси соль». Мне даже кажется, мы думаем, что это русский народный обычай. В действительности это какой обычай? Еврейский. Что, наверное. И интересно, что когда маленькие дети начинают изучать Тору, Хедери начинает изучать не из книги Берешит, а из книги Левит. Потому что это первая книга, в которой открываются все еврейские законы, заповеди. То есть, фактически это образ жизни человека. И если говорить о хлебном приношении, следует обыкновить в соль кусочек хлеба, съедаемый после застольного благословения. Потому что в Талмуде обеденный стол неоднократно умерется храмовому алтарю. То есть, сейчас нету храма, правда? Но некоторые законы продолжают действовать и сегодня. Священие Мудрецов, Раби Яханана и Раби Элизара, говорит, «Он, когда вы делали храм, жертвенник искупал грехи евреев. Теперь же стол человека искупает его грехи». Я скажу так, мы искуплены Ешуа, Мессия. Но то, что делали священники, если мы царственные правительства, оно к нам подходит. Вот поэтому, говорится, ты заповедуешь об омовении рук. Хотя омовение рук заповедовано только для священников, говорит, жертвопродолжением. Или мы заповедуем субботние свечи, да? Хотя мы не найдем в Торе прямой заповеди заповеди субботние свечи. Но так как в субботу в храме это делали, мы продолжаем это делать. И так далее. И видите, неприимство – это не только выражение любви к ближнему, оно и единение народа, потому что ничто так не объединяет людей, как и другие трапезы. И другие комментаторы говорят, что сравнение обедения с храмовым алтарем основано на том, что после трапезы с обеденным столом евреи изучают Тору. И так как обеденный стол подобен жертвеннику, евреи произносят благословение «Гамад ляхем минга арец» перед тем, как съесть небольшой кусочек. И это означает начало трапезы. И опускает этот лоб в соль, потому что на храмовый алтарь всегда приносили соль. И что хлебное приношение, что солилось с солью. Соль неоднократно упоминается в Танахе как символ вечного союза. Если говорится о символике, это обязательно должно быть записано, правда? Потому что символика у нас очень важна. И книга Тософот, это такие комментарии, что обязательно приношение соли вместо всякой жертвы и импульсию напоминать, что закон Торы о жертвоприношениях есть проявление вечного союза между Всевышним и его творением. И если говорить о соли, то в Новом Завете поняла ли соль значение? Правда? Мы соль мира. И без нашей соли ни одна пища этого мира, ни хлеб не будет. Потому что соль предохраняет от порчи. Соль дает вкус, особый куривкус такой. А вкус, помните, ам называется на иврите, да. И подлинное наслаждение. Соль, она сама не является приятным вкусом, но считается символом, да, улучшающим вкус. И хлеб, и мясо абсолютно пресными есть невкусно. Так же и продукты. Хорошо. И раздел об очистительных жертвоприношениях начинается законом об очистительной жертве первого священника. И очень важно. Говорит, согрешит Коген, а Машех. И тут в Библии упоминается слово Машех, помазанник. Мы, когда в первой части, да, говорили, что в современных переводах еврейских это слово упускают. Говорится, не был священник, да, а какой Коген помазанный, помазанный, Машех. И вот здесь появляется Мессия, и мы помним, что таким Мессией, например, был Машех. И было много Мессий, да, но есть единственный. И он принес жертву, не приносил за свой грех, да, но он принес жертву за все грехи, за грехи всех нас. И это для нас очень важно. Хорошо. Есть определенные законы о субботнем покое, законах чистоты семейных отношениях. И законы семейных отношений, как вы думаете, они действуют сейчас? Они действуют и полезны действительно для здоровья. И если мы говорим о жертвоприношениях, вообще-то нужно ли Богу приносить жертвы? Зачем вот это нужно? Да? Видите, что получается? если Богу приносит жертвы какой-либо язычник, это есть результат злой, Бога. Да, Бог может быть злой, добрый, вот, если ему дать взятку, он становится добрее, правда? А если ты дашь очень хорошую взятку, что-то самое дорогое, да, самое лучшее из своих животных, или даже какой-нибудь своего сына принесет жертву, то тогда вообще Бог так обрадуется, сделает. Вот, но в действительности это Богу не нужно, и жертвы, которые связаны с человеческими жертвами, Бог не приемлет. Единственная человеческая жертва, которая была принесена, это был сам Господь Бог, да, из Хака Бог не принес Авраам жертву, но была жертва заменена. Поэтому жертвы, они все указывают на Ишуа Мессию и на план Сыне через кровь, через жертву Сына Ишуа. И это очень для нас важно. Поэтому отходим земля и что наполняет ее вселенной и все живущие в ней. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения человеческих. Как бы имеющих в чем-либо нужду, он сам дает всему жизнь и дыхание и все. Это первая цитата в Солом 23-1 Деяния 17-я глава 24-й 25-й стих. Зачем же тогда нужны жертвы? Книга Море Невухим, которую написал Рам, затрагивает эту проблему. И он пишет что неожиданный переход от одной к другой невозможен. Вот Господь посылает нашу мир ему основать царство священнослужителей посредством знания о нем да будет он превознесен. И Соласа сказано познай же ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог. И тогда евреям было вменено в обязанность предано ему служить, чтобы служили ему сердцем и сказано и ему служите, а в те времена распространен способ поклонения привычный для всех и прививание с детства, заключающийся в том, чтобы приносить жертву различных животных в святилищах. И поэтому для того, чтобы почтить Господа, а в те времена наивысшего почтения не было, было решено жертвы. Вы помните Рамбам, он кто по своей философии? Рационалист. Рационалист. Вот. Ну, с другой стороны, он тоже рассуживает, что этого мало. Этого мало. Поэтому если Господь дал возможность приносить жертвы, то он тем самым воспитывал народ. Как вы думаете, если я что-либо приношу в жертву, значит, я тем самым отказываюсь от себя? Да? Или от чего-то, что мне дорого? Вы понимаете, в жертву никогда не приносилось ненужное, то, что выбрасывалось, да? И таким образом это служило воспитательной целью. Воспитательной целью, да? Потому что от человека требуется чего-либо оказаться. Вот поэтому те евангелисты, которые говорят, что ты Богу и все твои проблемы будут решены, да, вот по этой причине у нас все население Украины уже шесть раз покаялось. Правда? Потому что как только доходил вопрос до того, чтобы от чего-либо отказаться, люди опять продолжали жить той же жизнью, как они жили до того. и поэтому нужно показывать. Итак, значит, согласно рабаму, жертвы это средство отдаления от идолопоклонства, да, потому что идолопоклонники подчинялись определенным правилам и приносили свои жертвы разным бамамам. Бог сказал, что нужно почитать Господа, да? Так как это было высшей степенью пощения, то для этой причины было назначено жертвоприношение. Второе это воспитательное значение, да, воспитательное жертвое. То есть если мы что-либо от себя отнимаем, да, то мы делаем это и таким образом изменяемся. Мы становимся более смиренными, да, мы помним, что фактически цель всего, что мы делаем, будучи верующими, это стать смиренными. Потому что если мы будем смиренными, мы будем иметь какой характер? Характер Сатана, да, гордость, гордыня и смирение. Это два противоположности. Если мы это не делаем, если не бываем послушными Господу, то мы не будем смиренными. И этот аспект, он действует после Ишиа Мессии. Конечно, действует. Потому что, видите, много говорится об искуплении, и что мы искуплены от рабства, что мы оправданы, и что мы избавлены от их греха. Это совершенно правильно, да. Но очень мало у нас так принято традиционно говорить, и это благодаря Мартыну Людмину, который этот аспект полностью убрал, да, о том, что нам нужно самим изменяться. нету противоречия между делами, да, и благодатью. Благодать позволяет нам через дела, через соблюдение заповедей, через жертвенность нашу изменяться, и становиться подобными Ишиу Мессии. И в конечном счете каждое дело нарушится, да. и если мы сейчас сжигали все ненужное в себе, то мы будем золоту. А можно делать и дерево, да, и дерево, кто что строит, зорит, да, сам спасется, но как бы из огня. Ну, то есть, я бы не хотел, например, оказаться в таком положении. И каждый из нас будет на суде. И когда верующие на суд не веруются, то тут другой аспект суда дается, помните об этом. Но все равно суд будет с каждым. И все, что мы делаем, и в том числе заповеди, выполняем, и наша жертвенность в конечном счете, она оказывает смысл в духовном мире. Поэтому Рамбам, который был рационалистом, он упустил вот этот духовный смысл. Поэтому Рамбан, 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 Рабе Башек как Бен Маймун. А Рамбан, он мистик, да, он мистик и каббалист. И он говорит, что если мы совершаем какое-либо действие в физическом мире, что нечто происходит в духовном мире. Но это что происходит, нечто в духовном мире не тогда, когда мы чувствуем чисто физиологически. Ну, например, мы можем произвести правильно всю молитву, совершить абсолютно правильно все и другие. Но что сделать? Не приложить к этому сердцу. Но когда наше сердце, когда наш внутренний человек прилагается к этому, да, то что? Все происходит и в духовном мире. Видите, например, хлебоприломление. Это не есть средство получения дати. В любом случае, вот если мы все правильно споем, правильно все песни споем, правильно помолимся, правильный хлеб и правильно его съедим и мы получим благодать. Это не есть автоматическое получение благодати. Мы все можем сделать правильно, не приложив к этому свое сердце. Но если мы сделаем это, приложив свое сердце, мы будем иметь благодать. То есть нечто в духовном, оно каким-то таимственным, как говорят, миссионным образом, связано с делами мира. И поэтому существует жертвоприношение. Поэтому существует жертвоприношение. Потому что совершая жертвоприношение, мы изменяем в духовном мире. И то, что для нас было отрицательно, как и благословение, и проклятие, это просто для нас слова. И благодаря на это произнесенные слова могут коренным образом заменить нашу судьбу и судьбу всего мира. Итак, таким образом, в еврейском традиции три пути объяснения жертвоприношения. Первый, это мистический, то есть приношение человека человеком жертвы на жертвы и таким образом влияет на высшие миры. Нахманит или Рамбанна. воспитатель воспитательный, 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 да, так как народы приносили, а теперь мы приносим жертву Богу. И третий подход говорит о символическом значении жертвоприношения, и совершая нечто символическое, мы таким образом идет воспитание себя, воспитание себя. Второй и третий тип объяснения это Рамбанна. Итак, первый, значит, плотношение и второй и третий, это что у нас? Воспитательный, воспитательный. Скажите, какой из них правильный? Все три являются правильными, потому что было одно время, когда ученики Рамбана и ученики Рамбана постоянно спорили друг с другом, спорили, сжигать книги друг с другом, они почти в одно и то же время жили, Рамбанна чуть позже жил. Возникли вот у них такие проблемы. Хорошо, теперь если мы говорим о жертвеннике и о жертве, самый главный принцип жертвы и жертвоприношения это что? Приносить лучшее или худшее? Самый главный принцип жертвоприношения это приносить самое лучшее. Этот принцип действует в Новом Завете. Этот принцип действует в Новом Завете. Можем написать по пунктам. Первое. Это добровольный дар. Хотя некоторые жертвы обязательными установлениями, но в коем-каком счете вопрос приносить или не приносить жертву является добровольно принятым решением. Жертвы первый пункт это наш добровольный дар. это обязательно помните мы говорили добровольно принудительно, но тут уже будет вопрос как приносить эту жертву с каким сердцем. Правда? Мы приносим с тем сердцем которым нужно. Помните и Авель оба принесли жертву. И говорят не в том проблема что один принес такую жертву другую другую потому что если вы посмотрите там говорится о жертве Минха. По сути он более правильно принес если из этой главы которую мы сейчас изучаем. Оказалось что Авель лучше принес почему? Лучше было положение сердца. Мотив да мотив не является у нас страх греха страх Бога или попытка какими-либо загладить наши отношения с Богом но мотив это любовь к Богу любовь к Богу если у нас есть страх Божий но совершенная любовь она изгоняет любой страх а страх Божий он только в нашем понимании да Бог не может кого-либо подвинуть страх Божий все то небес да кроме страха Божия страх Божий это наш страх Божий это почтение это не страх что тебя накажут а то что ты обидишь своего любящего отца ну нам сейчас это трудно понять мы такие уже люди жестокие жестокосердные но вот я читал про Иоанна Кронштадтского там есть аудио о нем я по-моему тоже передал да об Иоанна Кронштадтском так Иоанн Кронштадтский преподавал кроме всех тех дел что он там служил и делал разные дела он еще преподавал в школе закон Божий и вот однажды ученики не выучили его урока потому что в школе им задали там много по латыни по истории там каких-то другим предметам и вот ученики и они начали перед Иоанном Кронштадтским плакать ну что вы так сделали когда они выучили юрид вот начали плакать а потом Иоанн Кронштадтский начал плакать и плакали и так весь урок плакали и понимаете вот нам это сейчас трудно да представить что мы боимся огорчить понятно начальникам боимся огорчить выговоры зарплаты там понизят должности это понятно а вот такой страх нас конечно непонятие хорошо второе принцип жертва дается безвозмездно вот если там говорят о десятине что это мы вкладываем там безопасно черный день да но если говорить честно если я так говорю дайте дайте господи 10 а ты мне дай потом 10 раз больше да это неправильное положение поэтому любая жертва она дается безвозмездно это не запасно черный день и не вкладывание встала в Божий банк а также это ни в коем случае не стремление показать себя людям то есть один дает больше другой еще больше так вот как помните она не сафира тоже сделали могли принести половину и сказать да мы принесли половину вот не хватило у нас веры доверия чтобы ну и все ну и кто бы их осудил ну люди всегда осудили конечно а так их тоже осудили конечно да ну уже посмертно лучше уж быть осужденными живыми чем посмертным Богом и людьми хорошо итак жертва дается безвозмездно то есть любой случай если человек уже получает награду от этой жертвы да она становится какой недействительной недействительной то же самое касается помощи если мы даем помощь кому-то и думаем что вот оценят третье значит если мы приблизились к Богу и восстановили нарушенные грехом мы не должны жить прежней жизнью знаете по системе греши и кайса конечно мы люди слабые и получается что мы опять согрешаем да и опять приходим к Богу и опять приносим жертву вот если мы не приносим жертву тельцов там и всяких но жертву Господу дух сокрушенный должны приносить эту жертву правда должны приносить но если мы это приносим как бы с целью вот я покаялся так теперь я опять совершаю грех а потом еще раз пойду покаясь действительно ли такая жертва нет она не действительно она совершенно напрасна она совершенно напрасна и так третье что если мы приблизились к Богу установили нарушенные грехом взаимоотношения мы не должны продолжать жить прежней жизнью дальше четвертый пункт всякое жертвовное отношение учит нас чему-то и дает нам урок и мы не просто совершаем привычное но должны ответить на вопрос чему это меня научит помните мы очень так быстренько голопом по европе говорили о семи жертвенниках Авраама мы там не говорили что пятый шестой жертвенник это был жертвенник между рассеченными животными там было много об этом говорить хоть целую неделю но каждый раз жертвенник чему-то учил Авраама то есть Авраам пришел в Египет помните он не пришел в Египет потом он вернулся на то же место и этот жертвенник тоже научил Авраама то есть всякий раз Бог чему-то хочет нас научить если с нами что-либо случается то прежде всего мы должны думать где я ошибка и чему Бог хочет нас научить потому что если мы говорим о их наказаниях то это не бьет нас Бог с такой целью знаете ага вот ты сделал вот я бьет да он наказывает Бог наказывает он и плачет вместе с нами потому что он хочет чтобы мы что стали лучше и после всякого наказания что нам кажется или что-либо случается с нами мы должны себе давать два вопроса во первых что я такое что это с нами случилось и второе как это исправить чему это может нас научить правда хорошо и жертва это всегда потеря пятый пункт это жертва это всегда потеря для нас если жертва не является нашей потерей да то это не жертва но эта потеря позволяет нам что-то приобрести да кто-то теряет кто-то заходит и мы что-либо теряем мы что что приобретаем лучшее правда если мы не хотим потерять старое мы с этим старым и остаемся мы с этим старым и остаемся и кажется что-то нам самое дорогое но в действительности оно не является для нас важным и последнее что мы говорим жертвоприношение это не служение рук и не как говорят не действие какое-либо а служение сердце служение сердце да и мы отдаем самое дорогое и приносим жертву от самого себя от себя как говорят открывая да то Бог хочет жертву чтобы принять самого себя самого себя в жертву живую и угодную Богу хорошо какие мы можем приносить жертвы да на жертвенники приносили следующие жертвы первородные это всегда самое лучшее и дорогое второе что говорилось о десятинах и приношениях и они приношения жертвы наших сознаний это действительно отличающиеся интересные жертвы и это скорее результат нашего договора с Богом можно о десятинах как-нибудь поговорить отдельно по целям по целям жертвы да по целям жертвы различные цели жертвы например жертва приближающая нас Богу она называется Аллах поднимающаяся да или Карбан от слова Каро что приближаться Карбан то есть жертва приближающая нас Богу или поднимающая нас Богу. Аллах или Карбан. Жертва за грех. Жертва за грех. Ишуа принес за нас жертвы. Но скажите, если мы не приносим сами свои жертвы, то приближаемся ли мы к Богу? Правда? Значит, надо размышлять. Мы должны идти путем Ишуа, путем которого он нам показал. Жертва за грех. Заместительная жертва. Жертва повинности. Говорили. За ошибку. Вот это такой грех, который называется ошибкой. За ошибку мы отвечаем. И очень часто бывает, очень серьезно отвечаем. Хорошо. Жертва, например, благодарности. Жертва благодарности, она как бы ни за что. Но Бог для нас что-то сделал. Знаете, очень часто бывает, когда мы не знаем, что Бог для нас сделал. Вот фильм Архангелов. Там этот Архангел Михаил, да, вызывает так. Ангел, говорит, хранитель, иди сюда. Что ты тут делал? Почему ты так? Вот, говорит, так. Вот такого-то числа я сделал так, что она опоздала на работу и не попала под машину. Такого-то числа я сохранил ее от гриппа. Такого-то числа я сделал то-то, то-то, то-то. А человек сам и не знает даже, да, что Бог и его ангел совершает какие-то действия в нашей жизни. И только тогда, когда что-то происходит, там, мы попадаем под машину, ну, допустим, нас не сильно ушибает. Ну, вот тогда мы понимаем, что, наверное, ангел меня поддержал. Правда? В действительности, это намного, намного раз больше бывает. И мы должны постоянно благодарить Бога. Тем более, если мы знаем, что у нас есть за что его благодарить. И мирная жертва. Мирная жертва, она вообще ни за что, даже не за благодарность, а просто проявление нашей любви к Богу. Вот захотелось мне проявить любовь к Богу. Так я могу это сделать. Видите, в русском языке слово «жертва» это слово «жрать», а также «жарить», «жрец». «Жрец» – это тот, кто жарит и жрут. Жрун. Ну, смотрите, вот. Например, ткач, тот, кто ткет. Врач, тот, кто ткет. Жрец, тот, кто жрет. Вот смотрите логику языка, да? Вот. То здесь употребляются разные ивы эти. Аллах – это жертва поднимающаяся. Хата – жертва за грех, который является, ну, грехом, как говорится, ошибка. Карбан – жертва приближения. В русском языке она умилостивление. В русской библии, да? И это не совсем правильно. Скажите, можно Бога умилостивить? Опять в русской библии – языческое мышление. Языческое мышление, что Бога можно каким-то образом умилостивить. Будем видеть, что это другое, другое там значение употреблено. И еще жертва – завах. Завах – это «зайн вэт хэ». Означает «истечение». То есть завах – тот, кто истекает кровью. Как бы если переставить слова, получается «загав» – голото. То, что истекает. А слово «завах» – «агава». Только «з» переходит. Агава – любовь. То есть любовь – это жертвенность. Я видел фильм «Формула любви», да? Но «Формула любви» четко очень указана. Первая корректная. 13 глава с 4 по 8 стих. Подробно не буду говорить, да? Любовь что делает? Долготерпит, милосердствует. Там есть положительные. И отрицательные, негативные. И что любовь не делает? Да? И что любовь, она является вечной. Она является вечной. Она была, есть в этом мире и будет в мире грядущем. Все исчезнет, но любовь останется. Все исчезнет, но любовь останется. И когда мы говорим «арабан» – это жертва приближающая. Право приближаться, также быть приведенным, приближаться, соединять. То есть, принося жертву, мы приближаемся к Богу. Мы соединяемся с Ним. И еще, когда говорится о жертве, говорится об искуплении. Искупление – это в русском опять такое понятие «купли». Даже как будто бы Бог что-то должен дьяволу заправить владение нашей душой. Скорее, это не «купление», а «выкуп». Выкуп. И покрытие. Покрытие грехов. Потому что наши грехи, они что делают? Покрываются. Они покрыты и никому не видны. Да? Но когда они полностью исчезают? Когда эти грехи берет на себя еще Мессия. А что он так берет? У каждого забирает? Или берет только то, что мы ему даем? Ну, так что мы его даем. Правда? Поэтому еврейское слово, означающее искупление – «капара». Оно связано с покровом, покрытием, да? И даже с сходным. Значение – «кафар». То есть изменять предназначение. Вот «арак» – «кафир» – неверный. Вот отсюда «кипур», помните? Происходит название. И так далее. То есть грешник не может приблизиться к Богу. Бог убивает его. Тогда человек берет безгрешное животное, возлагает на него руки. Грех переходит на животное. Животное погибает. Истекает кровью. И эта кровь покрывает наши грехи. И Бог видит не голого человека, а человека в защитном скафандре. Покрытого. Помните, мы говорили еще слова «кафар» означает, что «осмолить». И мы покрыты этой жертвой, как скафандром. Хорошо. Добрый. Итак. Какие же жертвы? Какие же жертвы приносятся? Да? Давайте сначала… Как приносились эти жертвы? Да. Этапы приношения жертвы. Этапы приношения жертвы. Первое. Привод жертвы. Привод жертвы. Жертвователь сам должен привезти животное. А не просто отдать когену. Если я говорю там своей жене или кому-то, да, пойди в церковь и помолись за меня. Привод жертвы. Да? И не мог даже самый богатый человек сказать своему служению, пойди и принеси эту жертву за меня. Коген должен был приносить столько самого себя. Он должен был ввести во двор святилища, а не просто отдать когену. Дальше он должен был возложить руки. Возложить руки и не просто так возложить на голову животное, а самах. Придавить. Придавить. Потому что, как наш грех, давит сверху на голову животного. Дальше следовало, значит, видуй. Так, возложение к самах. Следовало, видуй. Что такое видуй? Исповедь, да? Потому что каждый, не просто я вот принес эту жертву, не знаю за что, но вот надо принести. Он говорит, я совершил такое-то, такое-то. Или там, я был в путешествии, и Бог помог и спас меня от разбойников. Или он говорил такое, вот я благодарен Господу за все, что он делает в моей жизни, за то, что он такой хороший, и поэтому я хочу принести эту жертву. В зависимости от того, какая жертва приносилась. Итак, исповедь, видуй. И видуй, это своими руками, своими устами должна быть произнесена. Следующее, шхита. Шхита. Животное, которые заряжали во дворе. Если мы посмотрим первую главу, то там интересно говорится о том, что должен был сам заряжать животное. В оригинале. Но в храме уже такое не делали. Не знаю, как в храме. Потому что делали шхиту уже специалисты. Были случаи, видимо, когда человек неправильно делал шхиту. Не умел, в конце концов, шхит. Не все умеют резать барана, да? Даже казахи не все умеют барану резать. Я уже говорю, да? Поэтому пришлось это делать священнику. Шхита. Следующее. Выпускание крови. Коген сливал кровь в особую чашку, предназначенную для этой цели. Шестое. Хождение. Хождение. Коген брал чашу с кровью и шел к жертвеннику. Он обходил вокруг жертвенника, да? Потом подходил к какому-то из углов жертвенника, поднимался и начинал крапление. Седьмое. Это крапление. Коген разбрызгал кровь на определенной части жертвенника. Кровью одних животных окроплялась. Верхняя часть, другие – нижняя. Восьмая часть. Выливание оставшейся крови. Потому что был специальный желоб и неизвестно, куда он уходил в храме. Там была такая щель, расщелена в земле. Куда уходила кровь, это никто дальше не видел. Выливание оставшейся крови. Девятое. Свежевание и разделка. То есть, как на мясокомбинате. Были в храме специальные столы, были в храме специальные ключи, эти подвешивались туши. Десятое. Омовение. После того, как животное было очищено от различных внутренностей чистых, от шкуры, от копыт, от рогов, ее омывали. Одиннадцатое. Это посыпание солью и сожжение. Итак, говорят еще такое, что возложение рук на жертву искупает грешное деяние, устная исповедь искупает греховные речи, сожжение внутрь всей почек животного, искупает заблудование в мыслях, окропление алтаря кровью, символизирует запену крови грешника на кровь животного. В современной еврейской традиции замена жертвоприношения считается молитва, изучение заповедей жертвоприношения, раскаяние и изучение Торы. Я вам скажу, что все это важно, но если жертва не принесена, она не действует. Поэтому мы, мессианские евреи, имеем в первенстве евреев большое преимущество, потому что мы знаем ту жертву, которая принесена, делаем перерыв.